Третьки мои хорошие, чау-чау! Любителям поплакать. Слушайте, вчера вечером искала комедию. Ну, уже после ужина где-то. Искала комедию какую-то посмотреть. Хотела что-то такое весёленькое посмотреть, чтобы посмеяться и всё такое. И что нашла? Нашла один турецкий фильм. Увидела, что там столько много звёзд, столько много именно знаков плюс туда-сюда. Я думаю, о, наверное, хороший фильм, надо посмотреть. И она была, именно мне её дали именно в графе, где комедии, ёлки-палки. В общем, начала смотреть. Проревела. Без вечера. Ой, кошмар какой. Где там комедия, я вообще не знаю. Может быть, комедия только из-за того, что главный герой этого фильма папа одной девочки маленькой, а он, как говорится, немножко, не немножко, а конкретно, он дурачок, в общем, по жизни. Умалишённый, в общем, такой. Но он, как папа, он хороший, конечно. И, в общем, он там в главных героях, в главных ролях, в общем. И вот я раньше никогда не смотрела, ну, вот почти никогда не смотрела эти турецкие фильмы. Единственное, я помню, я смотрела один только турецкий фильм, это Королёк Птичка Певча. Если кто-то помнит этот фильм, не помню про что, помню про девушку, Королёк Птичка Певча. И вот только помню девушку, а там, ну, парень, конечно, тоже был. Ну, в общем, смысл-то я уже не помню. Ну, в общем, знаю, что это турецкий фильм, вот единственный фильм из турецких, я видела это именно его. И вот вчера я посмотрела другой, этот турецкий фильм. Хороший фильм, конечно. Молодцы турки. И хорошие актёры. Вот. И сюжет фильма хороший. Хотя, где там комедия? Там, скорее всего, драма. Вот. Что там была? Комедия, драма и, наверное, ещё мелодрама, я не знаю. Ну, мелодрамы там нет, не мелодрамы. Было три класса. Комедия, драма, ещё что-то. Вот я не помню, что. Комедии там вообще ничего не было. Я бы лучше плакала от смеха, чем именно от этих драм. Ну, действительно, хороший очень фильм. Я вам советую посмотреть. Есть любителям поплакать. Кто хочет, посмотрите обязательно этот фильм. Очень хороший. Называется «Чудо в палате номер семь». Может быть, «Чудо в камере номер семь». Потому что её папу, ну, этого дурачка посадили в тюрьму. Вот. Номер семь в камеру. Ну, а там написано вроде бы название «Это чудо в палате номер семь». Ну, может быть, меня ещё и это заинтересовало. «Чудо в палате номер семь». Я думаю, ну, наверное, действительно. Надо было мне прочитать все комментарии, прежде чем смотреть, потому что я потом прошла. Я потом, когда начала уже реветь конкретно, думаю, да ёлки-палки, да где же там комедия? Я уже посмотрела. Точно ли это комедия? Да, точно написано, что комедия. Ну, плюс драма, конечно. Драма и комедия. Потом начала читать комментарии, и там все пишут, там все ревут конкретно. Я вчера пока ревела, я поменяла, наверное, четыре влажных салфетки. Не влажных, четыре салфетки. Столько сморкалось. Столько из меня вытекло слёз и соплей. Ой, вы знали. В общем, советую посмотреть. Если кому-то интересует, посмотрите этот фильм. Я советую. «Чудо в палате номер семь». Это турецкий фильм. Он идёт два часа аж. Я уже думаю, уже Ирину спать лёг. Вот. Уже Никита сам пришёл ко мне пожелать спокойной ночи. То обычно я к нему хожу. Пора спать. Мы ложимся спать. Спокойной ночи. Тут уже Никита сам уже выключил в своей комнате свет. Свет пришёл ко мне. Спокойной ночи, мама. А я смотрю и реву. Да, смотрю и реву. Блин. О, кошмар. Нет, я больше так не буду. Я больше не хочу смотреть эти драмы. Не люблю я эти драмы. Конечно, хороший фильм. Очень хороший. Жизненный такой. В общем, запомните. «Чудо в палате номер семь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова